здравствуйте друзья с вами ольга не только хвойные лиственные растения украшают наши сады также яркие цветочные композиции звересков эффектно смотрятся в ландшафте ну а чтобы декоративные кусты вереска радовали нас своим цветением не один сезон необходимо создать для них правильные условия выращивания от которых они очень зависят первое и пожалуй основное требование это рыхлая дренированная почва с кислореакцией нейтральные или слабо щелочные не подойдут так как вереск не сможет просто на них расти и развиваться сажать в открытый грунт можно как весной так и в начале осени в ленинградской области у нас это сентябрь и в зависимости от погоды можно еще в первых числах октября для посадки лучше выбирать открытые освещенные участки но полутень тоже подойдет цветки у вересков могут быть разными от самых простых которые напоминают обычные миниатюрные колокольчики также махровые в виде вот таких пышных мелких цветков и еще есть сорта которые сохраняют форму нераскрывшегося бутона ну а при правильной посадке и уходе можно создавать целые цветочные вересковые ковры я приготовила для посадки несколько саженцев это верески серии skyline они с нераскрывающимися цветками и вертикальным ростом отличаются от сортов с крупными махровыми цветками тем что устойчивы к неблагоприятным погодным условиям поздней осени и также их цветочные почки устойчивы к заморозкам до минус 10 градусов так что они длительно цветущие с августа и до начала зимы и так с выбором места я определилась буду посаживать их к другим верескам в этот каменистый ракарий или еще его называю верещатник теперь прежде чем приступить к посадке растения корневой ком вереска для лучшей приживаемости лучше расчесать так как верхний слой корней очень плоско спрессованы и напоминают губку его я слегка счесываю так чтобы потом вот эти основные корни лучше соприкасались с грунтом и уже впоследствии получались почвосмеси все питательные вещества затем напитываю корневой ком влагой примерно на 10-15 минут опускаю его в емкость с водой тем временем готовлю посадочную яму она должна быть в два то и в три раза больше корневого кома почвосмеси составляю из верхового кислого торфа соснового опада очень хорошо будет если он собран с верхним слоем хвойной земли так как в нем содержится мицелий почвенных грибов который очень полезен для вереска он проникает в корни растений образуя микоризу и затем помогает добывать питание из почвы после того как корневая у вересков напиталась влагой увлажненная почва смесь я устанавливаю саженец прикапываю его до уровня корневой шейки не заглубляю затем слегка утрамбовую почву и мульчирую можно торфом мелкой щепой или корой но я вот замульчировал сосновой иглицей и затем уже обильно поливаю расстояние между кустами желательно оставлять где-то 30 40 сантиметров так как они со временем разрастаются в этом контейнере три сорта вереска и посмотрите как с понижением температуры воздуха изменилась их цветовая гамма желтовато зеленого цвета сначала на оранжевый оттенок затем он поменялся на красноватый но побеги зеленого цвета окрасились серебристый цвет верески конечно это удивительные красивые растения особенно осенью когда их цветки и листья имеют насыщенную разную цветовую гамму по поводу обрезки отсветшие соцветия осенью обрезать не рекомендуется они помогут вереску лучше перезимовать обрезку делаем весной после схода снега и когда установится стабильная плюсовая температура воздуха укорачиваем ветки состригая завядшие цветки также те стебли которые вытянулись обрезаем их не захватывая старую древесину то есть долго древесневшей части ну чтобы кусты были более компактными укорачиваем побеги придаваем шаровидную форму также удаляем поврежденные или больные ветки с приходом тепла вереск просыпается и его побеги покрываются зеленой листвой в ландшафте сада верески хорошо смотрится не только с хвойными растениями но и также с миниатюрными сортами барбарисов можно добавить почвопокровные растения и также невысокие цветы посмотрите как выглядели эти кусты вереска весной и как они изменились за лето здесь среди вересков этой весной была посажена филадоцисизая это небольшой вечно зеленый кустарник тоже из семейства вересковые высоту куст вырастает от 8 до 30 сантиметров ну а стебли у него покрыты вот такими мелкими ярко-зелеными листьями цветет летом ярко-голубыми цветками и по мере отцветания они становятся розово-сиреневыми рядом растет кассиопия мертенса она тоже была посажена этой весной немного подросла и даже цвела эти два растения относятся к редким вересковым поэтому я решила заказать еще один саженец кассиопии заказывала в магазине рододендронс шоп вот так он выглядит доехал благополучно упаковали и закрепили его скотчем надежно так что в дороге ничего не сломалось и земля не рассыпалась саженец конечно крошечный но корневая у него развитая так что ему уже требуется пересадка в открытый грунт кассиопия также как и верески любит грунт с повышенной кислотностью посадочную яму я заполнила почвосмесью затем увлажнила саженец присыпала грунтом и снова сделала полив обязательно мульчирую для сохранения влаги и защиты корневой от вымерзания в зимнее время еще я подсадила лишайники они тоже защитят молодой саженец от неблагоприятных погодных условий ну что ж друзья еще раз я показала как сажаю вересковые растения если соблюдать правила посадки и создать им необходимые условия для их выращивания то можно на протяжении длительного времени любоваться ярким цветением этих декоративных растений на этом сегодня все спасибо что заглянули в мой сад скоро увидимся снова ну ну Субтитры подогнал «Симон»